здравствуйте сегодня я буду продолжать рисовать птиц и сегодня я буду рисовать большую птицу это фламинго я выбрала такого оранжевато-белого ну оранжевато-белую птицу я их выбрала 2 думаю для первого раза одну птицу вроде как-то скучно рисовать ну пусть будет парочка сейчас вы видите что я начала делать карандашный набросок я взяла вытянутый холст птица длинная такая высокая и холст у меня тоже вытянутый по вертикали конечно немножко бы шире хотелось вот потом вот такой размер шире бы холст чуть-чуть чтобы птицы поместились ну и тело было у них хорошо такое большое прорисовывать пририсовывать было бы мне как бы вольно немножко конечно у меня зажатые птицы но на на самой картине это в конечном итоге не отразилось но большое сверху получилось у меня пространство небесного свода но я сделала там небо небольшие тучи сделала поэтому в принципе она и неплохо смотрится птицы я взяла фотографию в интернете там столько этих фламинго у них разные расцветки они есть полностью там к такие розовые есть полностью оранжевые есть смесь такая белая с оранжевыми крыльями в общем именно такой я и выбрала мне было интересно порисовать здесь воду таким способом когда я например нижний слой воды рисую одним цветом и потом поверху мастихина накладываю верхний слой воды именно тот слой который как бы как бы отражение небесного свода поэтому я в этой картине нарисовала такое необычное в общем такую необычную воду сейчас я приступаю к рисованию фоновой части то есть сначала я нарисую фон это будет небо дальние дальние зелень и дальше воду буду рисовать поскольку у меня задан уже карандашный набросок я вижу как мои птицы располагаются на картине поэтому в общем я буду рисовать и мне ничего ну как бы не составлять труда вы видите что я не описываю как я рисую карандашом фламинго вы сами это прекрасно можете увидеть но вы знаете в чем все таки полезность именно нарисовать самостоятельно и нарисовать карандашом чтобы можно было постирать резиночкой в чем я считаю полезность этого карандашного наброска в том что вы можете подобрать размер птицы подобрать глядя на фотографию вы видите ее как бы сочетание размеров ну то есть голова шея и туловище ноги имеют определенные размеры и вы не зная например законов каких там ну как это все рисовать вы можете визуально подобрать ну вот сколько вот какое количество значит ну не сантиметров конечно же но но примерно подобрать как какой длины ноги какой длины шея у них потому что у них такое все извилистое и знаете так вот они похожи на цифру 2 что чуть вот как-то изменится изгиб шеи и уже получается что у птицы какая-то шея ну в общем не не так красиво поэтому карандашный набросок мне позволяет подбирать я прочеркиваю линии и смотрю ширину шеи потому что она ближе к туловище становится шире потом голова очень своеобразно у птицы а так слегка вытянута вот не совсем закруглена но нос у нее очень интересные глаз рыжий в общем у ней такие нюансы которые ну хочется вот знаете уже иметь на холсте и потом и рисовать уже красками совершенно как бы чтобы не было сложностей конечно есть художники они уже рисуют сразу кистью ну мы же с вами начинающие художники мы еще это не умеем так сразу быстро все рисовать кисточкой поэтому карандаш и нам дает возможность нарисовать и стереть например и и в это в то же время не вносить сюда цвет вы видите что сейчас я создала задний план задний план растительности и и небо и в прошлых картинах я делала такой переход от зеленого к синему углу и в этой картине я сделала тоже такой же переход это создает это создает впечатление как будто зелень там присутствует где-то вдали но она настолько в дымке что она плавно переходит в небесно в небесно в небесную часть картина я здесь я применяла следующие краски я брала зеленую фацы смешивала ее с лимонной дело такой яркий салатовый цвет и еще применяла темно зеленую краску это русская зеленая вот эти цвета у меня в зелени как известно зелень внизу она темнит это создает впечатление что там большое количество в общем большое количество растительности внизу толщина растительности и также такое ощущение как будто там теневая внизу поэтому сверху растительность всегда посветлее кажется а внизу потемнее то есть создается плотность ну или масса растительности потом значит остальное небо у меня синее немножко белые добавлены облака и переход идет в зеленые тоже тональность в правую сторону и дальше я начала раскрашивать воду воду я хочу порисовать по тому же манеру как я рисовала раньше оранжевую сверху серым или еще там в общем я примерно такую применяю когда мне нужно нарисовать речную гладь которая будет без волн то есть это будет такая какая-то колышущаяся вода поверх которой будет и прокладываться отражение небесного свода то есть я беру салатовый тон сделанный из лимонной и зеленой и прокрашиваю по горизонтали всю картину где-то приближаясь уже к низу ну когда я прошла птичек я этот цвет делаю более темный в общем как бы градиенту цветовой накладываю под будущую воду получается очень так интересно но необычно я так делаю иногда воду когда рисую делаю эти добавки но я их делаю как бы не на всей поверхности а так вот дорожку такую световую впереди здесь же я решила сделать на всей поверхности но применила салатовый цвет он очень яркий он такой знаете кислотный такой получается очень кислотный как канареечка поэтому в воде это первый раз у меня ну и как не первый раз я рисовала когда-то воду белгородского канала нашего там тоже был такой тон в общем воду как бы оттуда я брала но здесь и птицы стоят полностью в воде поэтому нету такой знаете четкости воды можно было бы нарисовать в следующий раз я конечно немножко воду буду рисовать по-другому потому что когда я создала такую воду она была сама по себе очень хороша но в сочетании с птицами которые тоже мастихином будут прокрашиваться мне показалось что тут получился передоз мастихиновой живописи все-таки красиво когда что-то в мастихине а что-то в глади ну гладь у меня получилась небесная и растительность там гладкая а вода и сами птицы они конечно такие более взрыхленные но пастозная живопись и тоже птицы в конце концов я их тоже потом немножко прогладила пальцем придавила вот этот пастозный такой слой сделала более его плавным вы можете увидеть как я начала прокрашивать бликовую часть воды то есть это такая поверхность воды которая отражает небесный свод она имеет небольшие такие волны вот эти волны должны просвечивать на своей вертикали то есть вот ступенька туда куда мы наступаем это будет отражать небо и будет оно здесь мастихином прокрашено а сама ступенька вот ее торец то это будет открытая здесь вода зеленый цвет вот здесь канареечка я мастихином протягиваю как бы такие полоски длинные и он рвано накладывает мне сюда белила смешанные немножко с голубым цветом я беру все те же краски что у меня были в небе я использую их в воде поэтому нарисована зелень и зелень воды одним и теми же красками и также голубизна неба и воды будет нарисована все одними и теми же красками и вот когда я провожу то я оставляю такие небольшие промежутки между этими полосами это и будет у меня эти ступеньки воды ну в общем ряб получилась очень такая интересная ее конечно если использовать вот как самостоятельную вещь ну в общем произведение то вода была бы очень шикарная но поскольку здесь два таких объекта переднего плана то эта вода уходит на фоновую часть и слишком она получилась выписанная все таки фон нужно делать еще более нежнее потому что объекты тогда читаются на переднем плане более четкие здесь получилось у меня немножко такая знаете картина не в сочных тонах то есть сами две птицы они как бы белые с оранжевинкой и в теневых у них серо-голубая тональность и так же здесь вода вот она тоже вот нет в общем яркости такой зычности нету если бы я воду сделала темную прямо подложку я имею ввиду здесь я применяла вот этот именно в общем зеленый такой светлый надо было сделать более темный более синий и зеленый в общем такой бутылочный цвет тогда бы и возможно поменьше поменьше прокладывать вот этих отражений хотя вот она вода всегда с такими отражениями ну в общем получается что у меня понимаете моветон получился то есть передний план пастозный и задний план пастозный и оба и передний и задний в общем и объект и фон у меня получились в светлых тонах если бы например пусть бы это были бы светлые тона но я бы разделила бы их сделала бы фон например ну пусть он будет вот такой у меня мастихиновый а сами объекты были бы гладкие то есть птицы вот выглаженные были тогда бы они не смотрелись так ну это вот это как бы вот я уже смотрю на готовую картину и все мечтаю на будущее как я буду дальше потом еще если я вот захочу что-то в этом роде я буду знать что если мастихином все прокрывать ну возможно вся картина тогда надо было может убрать зелень сделать ее тоже пастозную такую ну видите по всякому можно мечтать ну что сделано то сделано в общем вода нарисована кое-где я добавила белой красочки это у меня как бы поблескивание на воде ну такая искристость но здесь это сильно не сработало потому что фон светлые зелени и белое и голубое и светлая зелень салатовая оно сильно между собой не разнилось все-таки контрастная живопись она более сочно выглядит сейчас я в общем думала думала придумывала какой же мне подход взять к птицам как их нарисовать нарисовать их всех белыми а потом теневые прокладывать или же начать с теневых а потом это все покрывать перьями я в общем взяла сначала второй способ я сначала проложила световые там где у них места светятся оранжевым тоном где места светятся синим тоном я вот прокрасила синий краской такой в общем создан серый цвет в синий я немножко в общем голубой с белинками добавляю немножко черной красочкой получается прекрасный такой знаете серо-голубой тон и в изгибах ну в общем я смотрю на картинки как у птицы где что светится и там добавляю оранжевый или серый серые вот эти вот места серо-голубые и уже после того как я вот создала теневые теперь я могу начать прокладывать перья у них большие перья на крыльях и маленькие по всему телу но знаете все таки вот птица птицы рознь хочу вам сказать почему когда я рисовала маленьких птичек в приближенном состоянии то есть я эту птичку например бы на этот холст маленькую начала бы рисовать то рисуя маленькую птичку я могу кистью вырисовывать перо и это перо будет казаться мне здесь нужного размера когда же начала я у этой птицы рисовать точно так же перья теми же размерами которые я рисовал и синичек и красных птичек до этого то у меня получается что я как бы вы знаете неправильно птицу одеваю она очень гладкая у ней это вот как лебеди вот эта птица вот такая же манера у них утки гуси лебеди у них перо гладкое такое гладкое такое белое это вообще птица вот фламинго знаете интересно вот я просматриваю картинки да и фламинго мне вот закат закат напоминает как будто птицу опаливает солнечный свет заката возможно если бы небо я изменила сделала бы правда закатное небо такое оранжевое ну тогда бы птица не сыграла так как она все таки сама по себе имеет такой цвет она не опалена закатом то здесь это все как бы проходит иначе бы казалось что ее как бы отражи отражается на перьях вот этот вот оранжевый цвет это как бы закат отражается да такое вот ощущение у меня было когда я рисовала в общем я рисовала эту птицу вот таким манером да я сначала проложила теневые световые и после этого начала ее одевать в перья и вы знаете мне не очень понравилось это потому что как бы красиво было и перья были красивы ложились можно было но вы знаете замулялась все таки оранжева такая необычная и в конечном итоге я немножко потом перестроила это рисование ну сейчас я еще всю птицу покрываю перышками и и значит под крыльем под крыльями у ней теневые серые низ птицы такой серый потом сама как они как лодочка вот рисовать если низ у ней оранжевый верх головы будет белый и верх крыльев тоже белый и на изгибах тоже интересно ложатся здесь теневые в общем эта вся птица она игра теневых между оранжевым серым и белым цветом такое вот интересное сочетание этих вот перышек конечно же мастихином пастозно я добавляла сюда перья это очень смотрится на кисть я много краски брала и кистью как бы делала мазки это все остается ну потом это все видно вот остаются мазки хорошо просматриваются но все таки вы знаете поскольку размер птицы большой то и здесь нужно рисовать уже более более гладкое рисование не оставлять столько перышек на шейке почти нужно не рисовать эти все перья а просто проглаживать потому что размер перьев не соответствовал вот размеру кисти но это мне так показалось конечно может быть да нет все равно нужно глажа я даже на фотографию когда смотрю я вижу этих птиц просто гладкую шейку я на этих местах не вижу у них таких перышек поэтому и рисовать их здесь не стоит я делала моменты прочеркивания открывала более оранжевый слой но все же лучше когда наоборот не нужно вперед рисовать сначала тени оранжевые оставлять все-таки нужно было мне пойти как я раньше вот рисовала еще до этого по своему методу еще по прошлому я прокрашивала все например бы сейчас белым цветом потом бы ввела сюда теневые там где они нужны и ввела бы световые но здесь такие световые в виде оранжевых перышек в принципе к этому я в конечном итоге пришла но сейчас я еще прокрашиваю все перья кисточкой они у меня краска немножко совмещается с подложкой то есть там где у меня такие пятна серые немножко красочка моя тоже окрашивается становится не совсем белая а серым отливом а там где оранжевая с оранжевым отливом теперь я начинаю мастихином прокладывать световые мне нужно показать что верх сильно засвечен и правая сторона у меня сильно засвечена поэтому я накладываю мастихином пастозно и потом по гладкому мастихиновому слою слегка я прохожу острием мастихина создавая такую некую структуру похожую на перо то есть я такие удлинения делаю на крыльях перья длинные они здесь самые главные герои она вся может быть гладкая но крылья все-таки должны быть хорошо выделены на них перья и получается очень такое симпатичное мастихином перо прямо очень выделяется потом я начала прочеркивать на оранжевых этих местах вот немножко прочеркивать и немножко там где у меня на сером как бы слегка слегка это открывается но я сначала прочерчу а потом придавлю это все пальцем чтобы все равно не было слишком взрыхленно потому что не видно на расстоянии птица это крупная а здесь при уменьшении объекта детали они исчезают они как бы становятся но сливаются интересные ноги здесь они тоже розового цвета но более такого насыщенного розового они немножко даже темнее чем клювы но возможно еще здесь искаживается все-таки отражение воды на объекте в общем на этих ножках я их прокрасила розовым цветом и усугубила добавляя в розовый черный то есть я сделала такой темно полоски темные и у него такие интересные ножки коленки интересные как будто знаете верхний такой мосел и нижний мосел и они просто вот косточка и закругление как у курицы вы знаете вот это вот косточка на ноге так у него эти вот они почти тут без каких-то ну шкуркой обтянуты почти рисуешь как скелет такое интересное ощущение было когда я рисовала эти ноги ну в общем это все нюансы но эти нюансы принадлежат этой птице поэтому это мы должны уточнять я не думаю что как бы это и стоит вроде как вырисовать ну кто знает но я вырисала в общем нарисовала пускай будет будем за правдивость конечно своеобразие такое знаете создает скелетное ну и все осталось мне нарисовать глаз он здесь абсолютно тоже такого же оранжевого цвета зрачок черный невзрачный глаз не видно у птицы этого глаза вы знаете обычно у животных которых я рисую птиц я стараюсь нарисовать красиво глаза чтобы за счет взгляда уже остальное все было бы нюансами также я решила немножко усугубить теневых ну в общем сделать ее ярче сделала я такой серо-голубой цвет тем более у меня в небесном своде голубой я добавила птицу и сделала пятна оранжевые более яркие и вот такая у меня получилась картина нежная по написанию ну такая очень даже неплохая я еще не могу сказать нравится она мне или нет нравится наверное вот тональность такая необычная вот птички из которых я рисовала это мои модели видите видите как я сделала небо дальнего плана оно не переходит плавно в зеленый создается такое размытое ощущение на фотографии вы видите сильно размывает объектив я все-таки оставила зелень и нарисовала таких прекрасных птиц у меня конечно подложка более зеленая чем на фотографии ну здесь это все нужно нюансы кому что нравится а я с вами на этом прощаюсь до свидания до скорых встреч а